так значит здравствуйте меня зовут николай александров вавилов я написан на доске я профессор кафедры высшей алгебры и теории чисел и буду вас читать курс который называется высшая алгебра вроде бы хотя там и высшая алгебра и теории чисел так но курс алгебры теории чисел так значит на прошлой неделе эта лекция до которой должна была быть среду она как вы знаете не состоялась там я только воскресенье вернулся вот значит ну и сегодня я постараюсь вам рассказать вот что я постараюсь вам рассказать чем мы планируем заниматься значит четыре семестра у нас обязательный курс ну и кроме того будет несколько спецкурсов из которых примерно мы многим из вас спасибо придется значит сдавать и несколько спецкурсов по алгебре так значит ну и сегодня я постараюсь рассказать чем мы здесь собираемся заниматься но вообще что такое алгебра мы может быть зависит как пойдет начать уже рассказывать значит сам курс ну во-первых я вас очень рад здесь всех видеть мы начинаем этот новый за новая программа совершенно бакалавриата так в которой заново составлены все программы учебные всех дисциплин в которой резко модернизировано содержание нескольких курсов и в частности курса алгебры то есть там появляется несколько тем которые никогда которые исключительно важны для всех грамотных математиков но никогда раньше не входили в обязательные в общие курсы так которые впервые войдут в общие курсы ну например в третьем семестре у нас предусмотрена теория категории и гомологическая алгебра вот как часть общего курса так а это слова которых еще не слышали да вот так значит но давайте я вам попытаюсь нескольких словах рассказать вообще что такое алгебра так значит как меняла есть ее содержание ну что такое вообще сказать не могу потому что я не знаю так то есть я значит отличаю алгебру от не алгебры тогда я я вижу значит но вот дать определение там как дают определение философы значит этого это не ко мне это там нужно в большую советскую энциклопедию там или какой-то такой источник вот значит но так совсем вот исторически то что скажем вам рассказывалось в школе это все вещи очень древние которые но которым тысячи лет на самом деле вот есть такой замечательный был такой замечательный польский математик на google стейнгаус и он своей книге математический калейдоскоп описывал математику вот ну как бы распространялась математических знаний примерно следующим образом что вот человечество по отношению к знакомству с математикой образуют очень длинную такую растянутую процессию и математические знания вот которые которыми владеет большинство людей подавляющее большинство людей они относятся к эпохи предшествующей эпохи строительства египетских пирамид так вот это нужно четко осознавать что значит курс школьный курс математики больше его часть предшествует значит то что там рассказывается предшествует комплексное значит предшествует эпохи я об этом скажу до эпохи строительства египетских пирамид но то еще что изучается в школе школе изучается что такое школьный алгебра это решение уравнения ax плюс b равно 0 так но эта вещь очень древняя но потом это немножко обобщается значит решаются обобщается в две стороны так значит решается уравнение ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю так но я боюсь что доска есть не очень хорошая то есть нам нужно будет искать аудиторию лучше да или как будет видно так и значит а1x плюс b1y равно нулю там а2 плохо так я дискомфорт испытываю cx плюс dy равно нулю так вот как бы чем венчается обычный школьный курс алгебры вот этим вещам решение таких уравнений ну там примерно три три с половиной тысячи лет так то есть люди умели их решать есть там значит тексты египетские там разные значит другие в которых решаются такие уравнения очень давно так значит но на самом деле есть китайские тексты скажем 5 века до нашей эры в которых решаются произвольные системы линейных уравнений так и решаются методом который мы сейчас называем методом гаусса то есть метод гаусса был придуман за там 22 века скажем до рождения гаусса примерно вот значит но только с той разницей но потом и когда вы сказать линейную алгебру в этом семестре я расскажу значит что мы это пишем уравнение горизонтально они конечно писали вертикально поскольку писали строки там значит вертикально и справа налево вот ну и вот в этом направлении значит алгебра развивалась довольно долго так как решение уравнений ну и вершины этого в древнем мире была книжка которая называлась арифметика но она была почти на алгебре значит книга арифметика диафанта это книга ленистического периода в которую же решаются довольно сложные уравнения и причем там ищутся решения в целых числах так что конечно гораздо сложнее чем решать уравнение в каком-то поле но сам скажем в поле вещественных чисел или в поле комплексных числа как было сказано вот это значит гораздо более сложная задача где действительно там были какие-то зачатки алгебраической теории чисел вот потом как-то развитие алгебры в европе значит надолго прервалась так то есть где-то примерно в третьем четвертом веке все греческие ученые побежали на восток резко после того как значит в римской империи христианство завелось так они все побежали значит в в иран в индию там но кто куда вот и там через какое-то время начали переводить греческие тексты эллинистические на вот так и сложилось на арабский язык то есть вот слово алгебра аль джабр эта часть названия книги аль харизми аль джабр там великое искусство я не помню как по-арабски аль джабр ва аль мука была ну значит типа великое искусство сокращение подобных членов и переносов в правую часть так значит это аль джабр это одна из операций которые используют при решении уравнений то есть вот решалось уравнение вида у него такое уравнение а x плюс b равно c x плюс d ну и значит нужно было понятно да перенести в правую часть и сократить подобные члены это перенести в левую часть там ну вот это вот то есть алгебра в его трактате понималась как вот манипуляции такого рода но это часто называется там арабской или мусульманской наукой но это конечно полный бред потому что аль харизми был чистым персом зарастрийцем значит но писал разумеется на арабском языке там по понятной причине вот но называть его там называть это арабская наука все что называть но тогда нужно всех кто в этом здании ходит называть английской наукой там и так далее все кто пишет на английском языке вот значит то есть но в любом случае вот возникли некие тексты и сохранились греческие тексты которые потом снова были переведены на латынь в европе и значит вот переломной точкой для нас является конец самый конец 15 века самое начало 16 века когда был достигнут реально первый прогресс который не был известен первое было было решено первая задача которая которую не имели решать греки вот первая такая задача была решена в 15 веке так вот это значит нужно понимать что сколько времени прошло между решением квадратного уравнения и решением кубического уравнения так извиняюсь куб квадрат равно нулю так вот кубическое уравнение кстати один из людей которые пытались его решать и как эти случаи решили было мархаем так знаменитый поэт персидский вот но и математик кроме того конечно значит но полностью это уравнение было решено вот итальянскими алгебраистами это очень забавная история которая вам в соответствующем месте расскажу тоже значит итальянскими алгебраистами в самом конце 15 века мужчина криминальной истории как там под клятвами что вообще вообще как была организована наука очень интересно в то время потому что мы говорим что математика это наука значит но конечно с моей точки зрения это очень сильное преувеличение значит математика это отдельный шин область деятельности который имеет столько же общего с наукой сколько там с с искусством спортом и так далее просто организована как наука но конечно никакой наукой не является другой вид деятельности абсолютно вот гораздо больше свободы чем в науке но и вот итальянские алгебраисты придумали как решать кубическое уравнение и оказалось что даже при решении кубического уравнения с вещественными коэффициентами чтобы его решить и когда как все коэффициенты вещественные и корни вещественные но чтобы его решить все равно это так называемый неприводимый случай нужно использовать в вычислениях комплексные числа так вот это открытие самого начала 16 века и с моей точки зрения но не только с моей это многие люди так считают это просто абсолютно переломный момент в развитии европейской цивилизации так например вот это написано такая точка зрения высказана у ричарда фейнмана то есть когда его спросили значит что он считает вот момент обосновения европейской науки назвал ровно так почему потому что вот в действительности до этого там все средние века там эпоху возрождения считалось что но вот как бы все знали древние так сказать мы тут еще лучше сделать не можем вот оказалось что можем оказалось что значит вот реально первый прорыв это комплексные числа и это самый конец 15 сам начал 16 века то есть вообще говоря эта вещь но вся современная технология основана на них вот когда вы посмотрите на любую там электронику любые устройства переменного тока там радиоприемники там и так далее разумеется это все основано на комплексных числах и но это это как раз стало понятно только в девятнадцатом веке вот то есть но когда возникла теория электромагнетизма вот но вот после этого переломного момента как-то действительно стали придумываться новые вещи так ну вот там можно назвать несколько ключевых людей но например там веет вот который как раз буковки ввел так и решал уже значит уравнение довольно высокой степени но правда не любые но и а итальянцы решили уравнение степеней 34 так там еще один человек абсолютно ключевой был до фирма например но который сейчас называют просто фирма но он стал де фирма значит фирма у него совершенно тоже ко многим вещам абсолютно алгебраический подход и совершенно удивительные вещи одну из них я просто упомянул может быть на следующей лекции или на следующей неделе это вот он взял двойные числа он ввел еще одно квадратичное расширение поливещественных чисел так вот есть одно расширение комплексные числа это когда к вещественным числам присоединяется корень квадратный из минус единицы так значит а фирма ввел в каком-то смысле столь же интересное расширение двойные числа когда к вещественным числам присоединяется корень квадратный из нуля но дуальные да а как я сказал двойные да двойные числа значит там присоединяется вот d такое что до квадрата равно нулю но при этом сама дернули нулю не равно до 17 века я считаю это мысль ну абсолютно удивительно ну и дальше вот когда вы смотрите на формулу x плюс dx вам говорят там какой-то дифференциал там когда я был вашем возрасте меня обманывали там что-то говорили какие-то слова непонятные что такое dx так вот же она д д это вот как раз и есть то что квадрат чего равен нулю и вот на основе этого так сказать можно это актуально и бесконечно мало второго порядка а первого порядка первого порядка вот то есть на основе вот этого d можно вычислять первые производные но понятно почитать вторые там и дальше нужно рассматривать более высокие степени более высокий или патенты более высоких степеней но это придумал только фон лейбниц вот он стал рассматривать не патенты более высоких степеней но это все еще 17 вид вот это показывает насколько как бы значит остальная часть человечества вот продолжение того что с чего я начал насколько остальная часть человечества оторвана от развития математики что значит фактически там скажем комплексные числа они до сих пор не преподаются в школе ну а про то чтобы преподавать не патенты как бы даже по моему стандартных курсах анализа они не встречаются правда да таскать даже сегодня вот с преподаваемых в университетах не говоря уже про то про что мы сейчас вспомним вот значит но вот мы дошли до уравнений четвертой степени так ну и все эти столетия люди пытались решить уравнение алгебраические более высоких степеней так значит вот система алгебраических уравнений я вам линейных уравнений извините они были решены в древнем китае 23 века назад но в европе это тоже стало известно в конце семнадцатого века так то есть вот в конце 17 века опять же фон лейбниц придумал определители так и значит в восемнадцатом веке они вовсю были использованы для решения систем линейных уравнений там вот формула крамера и так далее то есть система линейных уравнений умели решать а вот уравнения более высоких степеней их решать в общем случае не получалось когда в каких случаях получалось все очень радовались но уравнение общей пятой степени она не решалась и не решалась и значит вот в восемнадцатом веке этим занимались совершенно замечательные люди там ну еще два абсолютно ключевых математика формирование алгебры это конечно эйлер и лагранж так которые доказали значит алгебраическим методом не аналитическим алгебраическим методом то что называется основной теремы высшей алгебры так то есть то что волги в комплексных числах каждый многочлен непостоянно имеет корень так но тогда на самом деле столько корней какова его степень если их правильно считать вот то есть они доказали что корень есть но значит лагранж объяснил почему уравнение степени там 4 решаются так значит но что происходит дальше вот это было не ясно и значит следующий такой абсолютно переломный момент когда возникло значит несколько разных идей которые привели к формированию того что мы сегодня называем алгеброй так ну во-первых в связи с теории чисел алгебраической там какие-то алгебраические понятия в явном или неявном виде вводили математики там типа лежандра гаусса и так далее а значит с другой стороны вот в связи с решением уравнений абель и руфини доказали такую теорему что общее уравнение нельзя решить в радикала вот так мы решаем квадратное уравнение значит так в школе его решают но я не помню как решают но вы должны помнить еще так значит я могу решить но я не помню формулы конечно это называется миттенахтсформель то есть ту которую каждый должен помнить если вы разбудить ночью но я не помню значит но в любом случае решается при помощи алгебраических операций еще одной операции операции излечения корней но в данном случае квадратных корней поскольку уравнение степени 2 вот ну и вот как раз теорема руфини абеля утверждает что решить в таком виде уравнение степени 5 в таком виде невозможно то есть его невозможно решить в радикалах невозможно решить его невозможно свести при помощи алгебраических операций к решению уравнений там x степени p равно a то есть к извлечению ну или х степени m равно его невозможно при помощи арифметических операций свести к решению вот двучленных уравнений, так, то есть к извлечению корней из чисел, общее уравнение, но это значит нет единой формулы, которая бы решала все такие уравнения, но это совершенно не значит, что каждое уравнение по отдельности так решить нельзя, вот, и вот абсолютно ключевым моментом была работа Галуа, который, ну как вы знаете, Галуа это некий такой романтический миф, его убили на дуэли в 20 лет, да, и вот к этому моменту он придумал несколько абсолютно фантастических вещей, значит, ну вот теорию Галуа, там конечные поля, там простые группы, значит, много чего, вот, там у него были работы еще в последней письме упоминаются по эллиптическим интегралам там и так далее, вот, вот до 20 лет молодой человек, так что у вас еще есть время, вот, значит, и вот в частности он дал ответ на вопрос, это вот и есть теория Галуа, так, дал ответ на вопрос, а когда уравнение, вот, любой степени решается в радикалах, когда его решение можно найти при помощи арифметических операций, значит, и операции извлечения корня, и при формулировке этого ответа он ввел, собственно говоря, там в явном или неявном виде, но в достаточно явном уже, ввел два ключевых понятия, которые мы будем изучать в этом семестре, понятие группы и понятие поля, так, вот, то есть, ну, грубо говоря, группа это, там, множество с одной алгебрической операцией с какими-то свойствами, а поля это множество с двумя алгебрическими операциями, с какими-то свойствами, ну, которые мы, значит, на этой неделе узнаем, вот, и после этого, как бы, понимание алгебры стало меняться, то есть, понимание алгебры, там, 18, до 18 века был одним, а, значит, после Галуа она стала совершенно другим, значит, теория Галуа, это тоже, на самом деле, вещь, ну, которая связана с классической математикой, решает, там, в разной форме, многие классические задачи, которые были известны еще грекам, но не были лишены греками, там, или доказывает невозможность решения таких задач, там, скажем, задачи три секции угла при помощи циркуля-линейки, или, скажем, задачи построения правильного н-угольника, так, вот такого, значит, рода вещи, но в действительности, там, построение правильного 17-угольника, конечно, было осуществлено еще Гауссом, вот, то есть, на самом деле, теория Галуа, это тоже такая некая общекультурная вещь, и, в общем, человек, который ее не знает, но просто он не может считаться образованным человеком, так, значит, ну, по этому поводу я могу такую вещь, как бы, ну, вот я не верю в то, что образование развивается, по следующей причине, если вы зайдете в лабораторию алгебры и теории чисел в ПАМИ, там, вы увидите в шкафчике в 306-й комнате, значит, учебник для гимназии, написанный, вот, моим научным прапрадедушкой Дмитрием Александровичем Граве, так, он был учителем, ну, среди других он был учителем Делане, Делане был учителем, вот, Дмитрия Александровича Фадеева, так, который был моим научным дедушкой, он был учителем Зинона Ивановича Боревича, нашего заведующего кафтера и тогда, и, значит, я ученик Зинона Ивановича Боревича, вот, так вот, Дмитрий Александрович Граве, он написал массу учебников по алгебре, в частности, учебник для гимназии, в пятом году, и в этом учебнике для гимназии излагалась теория Галуа, так, ну, вот, все оценили, да, сегодня она, значит, не входит в общие курсы, я думаю, я не знаю, где она входит в общие курсы, на математических факультетах, значит, ну, вот, мне трудно даже назвать такие факультеты, может быть, в высшей школе экономики, да, вот, и, значит, пожалуй, в МГУ не входит, например, на математическом факультете, да, вот, это к вопросу, опять же, о том, так сказать, насколько, а теория Галуа, это 1830 год, вот, это к вопросу о том, насколько образование оторвано от реального развития науки, вот, почему нужно в действительности обновлять немножко содержание учебных программ, учебных курсов, ну, хотя бы дойти до 1830 года, хотя лучше немножко дальше, наверное, вот, значит, ну, и вот в 19 веке содержание алгебры стало меняться, то есть оно стало переноситься, ну, как бы теория Галуа в тот момент считалась окончательным ответом на этот вопрос, что, ну, нельзя и нельзя решить в радикалах, вот, и как-то, значит, содержание алгебры стало немножко смещаться, хотя на самом деле, я вам тоже могу сказать правду, которая тщательно скрывается от народа, что, значит, любое алгебраическое уравнение может быть решено точно, так, то есть есть формула для решения любого алгебраического уравнения, причем такая формула для решения уравнения степени 5 была известна, там, Гамильтону и Эйзенштейну, так, но это вот поколение следующее за Гауссом, так, это примерно современники, там, ну, или чуть попозже, чем, скажем, чем Галуа, так, но не в радикалах, конечно, не в радикалах, да, нет, а, значит, сейчас известны формулы для, ну, не сейчас, а давно уже, известны явные формулы для решения любого, так, а какая разница, вы считаете, что есть какая-то разница, там, между вот такой, такой записью, там, и, там, какой-нибудь трансцендентной функцией, другой, там, тета-функции, я не знаю, в чем разница, вот, чем это проще, а? Тем, что вы в школе довольно долго изучали, как оперировать с этим значком, а не изучали, как с другими значками оперировать, если бы изучали, как оперировать с каким-то другим значком, ну, например, вы можете взять уравнение, там, x в степени 5, там, плюс ax, плюс b, там, ну, что-нибудь еще с ним поделать, равно нулю, так, что-нибудь с ним поделать, ну, и, там, свести к случаю, просто, когда один параметр, так, а дальше сказать следующее, обозначить, ввести какую-нибудь функцию, какой-нибудь ввести еще, там, корень другой, который, вот, выражает, там, корни этого уравнения через b, так, и эту функцию, вот, три года, там, в школе поизучать, и тогда вы будете говорить, что уравнение пятой степени решается в терминах этой функции, понимаете, да, это то же самое, абсолютно, вот, так вот, уравнение любой степени, алгебраическая, есть явная формула, и, на самом деле, в некотором смысле, вот это я, может быть, вам расскажу, значит, тоже, в некотором смысле, вот, при помощи уже того, что сейчас называется, там, базиса Гриобнера, и так далее, значит, можно решать систему алгебраических уравнений любой степени, ну, например, если у них конечное число решений, то можно эти решения явно искать, там, и так далее, так, это задача, естественно, которые не делаются от руки, там уже три уравнения кубических от руки не делаются, только на компьютере, там, ну, и с большим трудом, вот, поэтому, собственно, раньше не придумали, но это, это наука уже, которая возникла, там, в 60-е годы, 20-го века, так, но в любом случае, вот, те задачи, которые ставились перед алгеброй 35 веков назад, они были в 20-м веке решены, то есть, любая система алгебраическая, значит, может быть решена, но изменилось само содержание алгебры, значит, сам предмет, так, и на какое-то время алгебра стала пониматься как изучение множества алгебраическими операциями, вот с этого мы сегодня начнем, значит, с изучением множества алгебраическими операциями, то есть, структур, вот, в которых заданы операции, такие, как операция, там, сложение, умножение, еще там что-то может быть, вот, ну, и формирование этого направления, ключевую роль, конечно, сыграли, там, немецкие математики конца второй половины 19 века, ну, Дедекин, скажем, который ввел понятие кольца, так, ну, там, Фрабениус, вот, если вы посмотрите на работы Фрабениуса, то практически все, что входит в обычные курсы высшей алгебры, это было зафиксировано где-то вот в конце 19 века, так, и появилось вот к тому моменту, так, вот все, там, все обычные вещи, там, жорданова форма, которую доказал Фрабениус, там, и так далее, придумал, и многие другие вещи, они, ну, практически все было зафиксировано к тому моменту, вот, и потом, значит, происходило еще несколько революций, и мы постараемся, вот, в нашем курсе отследить еще две, так, это то, что произошло, значит, в 20-е годы, когда изменился язык алгебры, в 1920-е годы, вот здесь, там, имена, которые с этим связаны, это Гильберт, Нютер, так, и многие другие, и потом, значит, следующее, такое, просто абсолютно радикальное и принципиальное изменение языка алгебры, которое еще не распространилось на остальные математические науки, ну, не полностью распространилось, произошло в 40-е, там, 50-е годы, это, вот, возникновение теории категорий, значит, возникновение гомологической алгебры, там, ну, с этим тоже связано много людей, в частности, Дмитрий Сергеевич Фадеев был одним из героев этого периода, так, значит, вот здесь, в Петербурге, ну, и в 60-е годы прошла следующая революция, возникновение, вот, современной алгебраической геометрии, так, но вот эта вот революция, она еще на остальную математику распространилась не целиком, то есть, вот, в этот момент я вам могу сказать, значит, определение алгебры, следуя Шевале, еще одному замечательному алгебраисту 20-го века, но это определение будет не определением, а перефразой, не парафразой, а перефразой, значит, вот у Шевалея есть несколько замечательных книг, одна из них, это введение в алгебру, просто учебник алгебры, так, ну, кстати, вот та книга, которая зафиксировала, канонизировала, что ли, современный язык алгебры, изменение предмета алгебры к тому, что вот мы сейчас вам рассказываем, это книга Вандервардена, которая называлась современная алгебра, сейчас называется просто алгебра, она переведена на русский язык, причем два раза, причем первый перевод гораздо лучше, чем второй, значит, то есть, конечно, нужно читать первую книгу, но там используются готические буквы, то есть, вам нужно выучить, научиться различать готические буквы, вот еще поколение моих учителей, они свободно, легко писали готические буквы на доске, я могу их легко писать в тэхе, там, добавлением фрактура, но на доске, так сказать, это трудно довольно, вот, ну, замечательная книжка, но, конечно, она сейчас несколько устарела, то есть, сейчас я вам какие-то другие бы книжки рекомендовал, вот, значит, ну, так вот, Шевале сказал следующее в обведении к своей этой книжке «Алгебра», что алгебра – это не просто раздел математики, а алгебра играет по отношению к математике такую же роль, как сама математика играет по отношению к физике, так, то есть, алгебра является языком и инструментом математики, так же, как, значит, математика является языком и инструментом физики, но при этом, конечно, имеет и независимое существование, так, вот это, пожалуй, так сказать, лучшее определение, которое можно дать, потому что у алгебры, как и у математики, значит, предмет настолько широк, но, как известно, математика изучает все в области чистого умозрения, что поддается точному определению, так, то есть, математика изучает все, алгебра тоже изучает все, и, значит, специфика состоит не в том, что изучается, а в том, как это изучается, так, и специфика математики, специфика Альбернтой математики состоит в том, какой стиль и какие методы. Еще одно по этому поводу есть у Халмаша, по-моему, или у кого-то, такое замечание, что разные математики чувствуют себя более комфортно с разными вещами. Некоторые чувствуют себя комфортнее с картинками, некоторые с числами, некоторые со словами. Это отвечает делению математики на три большие части – геометрия, анализ и алгебра. То есть геометрия картинки, анализ числа и алгебра слова. То есть размышлизм. Кажется, что алгебраисты считают, но алгебраисты не считают, они долго-долго смотрят, как можно избежать вычисления. И это вот в этом стоит смысл и стилистика алгебра. Ну а уж дальше, что происходило, настолько трудно рассказать, поскольку происходило так много всего, что я думаю, что в этом месте мне нужно заканчивать введение и сказать вам, что конкретно будет рассказано в нашем курсе вот в течение четырех семестра. Значит, но содержание первого года, оно фиксировано жестко, потому что в данном случае алгебра выступает не только как самостоятельный предмет, а выступает как служебный предмет для того, чтобы вы могли дальше изучать вот там геометрию, анализ, динамические системы и так далее, все на свете, так, потому что все на свете, например, вычисляется при помощи линейной алгебры, там, никаких других народных способов что-то вычислять нет, кроме линейной алгебры, так, значит, то есть если вы посмотрите на современные системы символьных вычислений, они называются системы компьютерной алгебры, но они ровно потому так и называются, что когда вы посмотрите внутрь, какие там логаритмы используются и так далее, ну, системы, скажем, уравнений в частных производных дифференциальных, ну, а огромное количество классических приложений математики к физике, к технике и так далее, ну, ко всему на свете, там, к геологии, это система дифференциальных уравнений, так, они не решаются явно, просто не решаются, то есть когда, как только кто-то какое-то уравнение решит, тут же, значит, все туда набегают, пишется 300 статей, там, или 400, так, когда, как только появляется явное решение, то есть, в общем, общее уравнение оно не решается, вот, и поэтому они решаются приближенно, а что это значит, значит, что система дифференциальных уравнений заменяется на огромную систему линейных уравнений, огромную, там, в которых десятки миллионов, неизвестно, десятки миллионов уравнений, но это совершенно отдельная наука, как такие системы решать, кстати, которой тоже очень много занимался, вот, Дмитрий Скачанович Фадеев, то есть, в Петербурге тоже была довольно сильная школа, и, вот, я слышал, что до сих пор, там, при расчете всего, что летает, там, плавает, при расчете течений, климата и так далее, применяются методы, вот, решения разреженных систем, которые Фадеев придумал в 60-е годы, вот, значит, но, что будет входить в наш курс, значит, в этом семестре, первый семестр, значит, кольца арифметика, так, то есть, элементарные понятия теории колец, коммутативных в основном, вот, многочлены и поля, то есть, первый семестр очень традиционный, но, конечно, я рассказывать буду несколько иначе, то есть, немецкая, я думаю, принципиально иначе, чем это делается в большинстве обычных учебников, высшие алгебры, но высшие алгебры, это учебная дисциплина, нет такой науки, это перевод с немецкого, калька, хюре, алгебра, вот так назывался, хотя даже учебник Вебера уже назывался просто алгебра, это просто учебная дисциплина, вот, но, в любом случае, это перевод с немецкого, многочлены и поля, значит, третье, это, значит, модули и вектные пространства, то есть, начало линейной алгебры, простейшие понятия линейной алгебры, так, значит, дальше теория групп, ну, так, теория, пожалуй, громко здесь писать, группы, так, значит, группы будут снова во втором семестре, уже более серьезно, ну, и, значит, вот то, что понадобится для других курсов, естественно, я бы сам никогда это не стал ставить в первый семестр, поскольку это, естественно, в третьем семестре вместе с поля линейной алгеброй, это определители, но поскольку они нужны для геометрии анализа, как можно раньше, то, вот, значит, мы решили их включить маленький кусочек в первый семестр, абсолютно искусственную, ну, значит, то есть, нам он не нужен, но он нужен другим, и поэтому он будет в первом семестре. Значит, второй семестр, второй семестр, значит, будут линейные операторы, значит, тоже, на самом деле, обычно это рассказывается либо в конце второго семестра, либо в начале третьего, значит, мы рассказываем в начале второго, потому что это будет нужно для других курсов, которые будут считаться тоже принципиально быстрее, чем обычно они, ну, и по-другому, чем они раньше считались. Значит, дальше это квадратичные и эрмитовые формы, ну, по той же причине. Вполне могло бы поменяться местами там с чем-то из третьего семестра, но это нужно другим курсам. Значит, дальше, ну, продолжение геометрической алгебры, то есть, кватернионы. Вот это вот дело можно назвать там геометрической алгеброй, как в таком духе. Там геометрическая алгебра, геометрия пространства со скалярным произведением, то есть, это вот фактически некий такой кусок тесно связанный с геометрией. Значит, дальше теория групп. Вот здесь можно сказать слово теория, здесь какие-то теории могут доказаны. Вот, и большой кусок, который будет использовать все, что рассказывалось до этого, то есть будет использовать и, и вот включение этого куска во второй курс, это тоже некая новинка, он обычно не входит вообще в содержание общих курсов, так, но он исключительно важен и как модель там многих вещей в анализе, конечно, мерная, и важен с точки зрения очень многих приложений. Так, это представление конечных групп. Но это вещь, которая имеет огромное значение там для физики и так далее, и где, ну, действительно, можно замечательно упражняться, то есть решать очень интересные задачи, представление конечных групп. Так, вот это, значит, план на первый год, который точно здесь никаких подвижек не будет, то есть будет рассказано то, что, значит, здесь написано. Так, а вот третий, четвертый семестр, особенно третий, особенно четвертый, значит, там какие-то возможные изменения, но третий семестр тоже там есть несколько вещей, которые будут, несомненно, будут обязательно, и которые исключительно важны для каждого математика грамотного. Так, то есть то, что они не излагались до сих пор в общих курсах, это, конечно, для чистых математиков абсолютно недопустимо. Так, то есть ими должны владеть все математики, ну и многие из этих вещей, они сейчас имеют и огромное прикладное значение. Кстати, я не сказал, что, нет, я хотел сказать вот еще, что вот многие из этих вещей, кстати, вот та же линейная алгебра, там та же теория групп, значит, та же теория представлений групп конечных, они сейчас стали прикладными вещами, потому что на самом деле вот за последние там несколько десятилетий в связи с методом компьютеров изменилось содержание прикладной математики. То есть вот в девятнадцатом веке там вершиной прикладной математики, то, что называется математическая физика, было решение уравнений в частных производных, просто абсолютной вершиной. И это считалось как бы вот, значит, самое такое продвинутое, что есть. Вот, а в двадцатом веке возникли компьютеры и возникли совершенно новые типы прикладных задач, дискретные там, конечные и так далее. Вот, и оказалось, что если вы посмотрите там на количество людей, работающих в этой области, посмотрите на финансирование, которое на это отводится и так далее, окажется, что математика является там небольшим разделом теории кодирования. Теория кодирования, криптография и теория кодирования. Это, ну там, все вещи связанные с передачей информации, да, хранением, там, значит, сокрытием, раскрытием и так далее. Вот это, так сказать, приложение там, типа приложений финансовых, там, и так далее. Ну, масса разных приложений. Значит, там, передача, скажем, информации, вот, передача фотографий со спутником. Как это делать так, чтобы, так сказать, значит, получить правильно фотографию? Так, это абсолютно нетривиальная задача, где используется очень много вот настоящей, серьезной алгебры. Так, сегодняшней. Так, этим занимается масса народа, например. То есть изменилось содержание прикладной математики тоже. Значит, так вот, следующая огромная тема, это будет половина семестра, огромная глава, это полилинейная алгебра. То есть здесь будут рассказаны тоже вещи, ну, абсолютно необходимые для, значит, других разделов математики для ее приложений, там, тензоры, поливекторы, без которых невозможно понять, например, многомерное интегрирование, геометрию и так далее в принципе. Так, то есть это, значит, абсолютно фундаментальные вещи для приложений в других, значит, математических курсах. Но и будет впервые, мы собираемся сюда включить вот алгебры Клиффорда и Спиноры, которые тоже до этого никогда в общий курс не входили, так, но которые принципиально важны, потому что электрон понимает, что группой вращений пространства мы этого не видим, поскольку мы слишком большие. Вот. Но электрон знает, что группа вращений пространства это не, значит, ортогональная группа, а спинорная группа. Так, и поэтому, когда он поворачивается на 360 градусов, вот если я повернусь, так, то, значит, я вроде бы вернусь туда, где был. А электрон, у него спин изменится. Чтобы ему вернуться туда, где он был, нужно повернуться не на 360 градусов, а на 720. Так, это называется спин, потому что у него спин полуцелая, одна вторая. Так, вот. Вот это вот, значит, алгебру, стоящую за этим, как раз, значит, вы узнаете в третьем семестре. Это абсолютно тоже еще одна классическая, исключительно важная тема конца 19 века. Вот. То есть, естественно, она возникла до квантовой механики. Тензорные произведения, там, спиноры — это абсолютно фундаментальные вещи для изучения квантовой механики. Вот. И, значит, две совершенно новых темы, которые никогда раньше не входили в общие курсы. Вот, значит, ваш поток первый, кому они будут рассказываться в общих курсах. Так, это теория категорий и гомологическая алгебра. Так, вот это, значит, это значит, что вы дойдете в своем понимании науки, значит, до 1950 года. Ну, чтоб продвинуться дальше, нужно будет ходить на спецкурсы. Вот. Но если вы думаете, что это, значит, мало, это, так сказать, очень много. Потому что на этом уровне, до этого уровня не доходит огромный процент профессиональных математиков. Вот работающих в математике, там, успешно публикующихся. Потому что для, значит, многих, особенно работ в прикладной математике, просто знание математики современной, появившееся там после 1946 года, оно не нужно. Ну, как они считают. Хотя на самом деле, вот сейчас, скажем, теория категорий нетривиальным образом применяется в программировании. Так, например. Но это в действительности, в действительности это язык. Вот сейчас вы изучаете там в курсе, как он называется, логика и культура математических рассуждений. Вот. Вы изучаете, значит, язык теории множеств. Правда, да? Я, в всяком случае, рассчитываю, что вы уже знаете, да? Правда? Что такое там, скажем, Декартово произведение множества и так далее. Замещательно. Замещательно. Вот. Значит, так вот, теория категории – это язык, значит, не то, что альтернативный, а просто другого уровня, на котором, в частности, можно выразить и то, что можно выразить на языке теории множеств, но в действительности можно выразить и многое другое. Так. И, значит, вот это содержание трех семестров. Значит, четвертый семестр, пока там написано теория чисел. Так. Но что в действительности, вот, к этому моменту, значит, это все может еще измениться. То есть, может, мы программы подредактируем и, значит, напишем другие. Может быть, какой-то кусок, там, скажем, алгебраической геометрии. Я вам попробую как моменту рассказать ли что-то такое в общем курсе. Не как в спецкурсе, а в общем курсе. Так. Ну, ладно. Это вот, значит, наши планы на этот год. Ну, и тут мы должны решать, делаем мы перерыв или нет. Или продолжаем просто. Просто пораньше закончим. Ну, давайте, да. Хорошо. Значит, ну, тогда я вам сейчас, значит, начну рассказывать первую главу, вот, которая примерно рассчитана на, значит, 6, 7, 8 лекций, значит, которая связана с элементарной теорией колец и арифметикой коммунитивных колец. Так, значит, ну, и предполагая, что вы знаете множество там отображений, отношений и так далее, значит, я, тем не менее, напомню, значит, алгебраические операции. Я просто напомню слова, глава 1, кольца и арифметика коммунитивных колец. Так, но я напомню, тем не менее, значит, что-то про алгебраические операции. Мне нужны несколько тождеств, ну, и просто зафиксировать язык. Значит, так, пусть у нас x – это какое-то множество, не пустое. Так, тогда бинарная алгебраическая операция Бинарная алгебраическая операция – это просто любое… Так, ну, внутренняя бинарная алгебраическая операция. Ну, это еще называется законом композиции. Это произвольное отображение из Декартова квадрата множества x в само это множество. Так, вот произведение x на себя называется Декартов квадрат. Ну, слово Декартов квадрат имеет еще одно значение, да? Которое мы тоже узнаем потом. Декартов квадрат множество x. Декартов и кодекартов. Значит, ну, внутренняя значит, что это само множество x. Так, значит, бинарная значит, что аргументов два. Ну, понятно, что мы могли бы рассматривать… Так, замещение. Мы могли бы рассматривать что-то в таком духе и тоже называть это алгебраической операцией. Это называется, кстати, тернарной алгебраической операцией. Но на самом деле, нам все-таки бинарный будет играть основную роль, но нам понадобится нулярный. Нулярный это вот что такое, это отображение из одноэлементного множества, ну как, вот так его нарисовать, из одноэлементного множества в x. Так, и унарный, это просто отображение из x себя, то есть преобразование. То есть в этом контексте они будут называться, такие отображения будут называться нулярными операциями и унарными. Вот, значит, но я говорю, что в какой-то момент там, в начале 20 века алгебра была переопределена, как вот изучение множеств алгебраическими операциями. Сейчас-то мы понимаем, что это, так сказать, все равно, что на самом деле предмет алгебры гораздо шире, сейчас изучают совершенно другие типы операций, которые вот такого вида не имеют, которые, например, там в другую сторону, ну и так далее. Ну и вообще на других, на других вещах. Вот. Значит, что нам нужно будет про алгебраические операции? Ну вот обычно, чтобы все-таки содержательным образом называться алгебраической операцией, будет предполагаться, что это отображение удовлетворяет каким-то тождеством. Ну давайте, во-первых, я зафиксирую какие-то, значит, какой-то символизм, какую-то, то, что называется, нотацией, так, обозначение, систему обозначений. Ну вот давайте я это отображение назову f, это обычная запись функциональная, так, но дело в том, что очень часто, обычно, используются для общения алгебраических операций, используют другие системы записи. Вот наиболее часто используемая система записи, это так называемая инфиксная запись. Инфиксная запись, это когда пишутся операнды, вот эти вот ребята называются операндами. Так, значит, а вот это вот называется результатом операции. Так вот, наиболее часто используемая система записи, когда, значит, вводится специальный значок для этой операции, и он пишется между операндами. Ну, например, вот звездочка. Часто используемый значок звездочка. Либо там кружочек, либо плюсик, либо умножить, там, ну и так далее, есть масса значков разных. Так, ну вот такие значки бывают, такие значки бывают, там, я не знаю, такие значки бывают. Есть много разных значков. Вот это чаще всего используемая система записи, хотя, конечно, бывают и другие. Чаще всего используемые в алгебре, потому что, например, в программировании, ну, по крайней мере, раньше, и в логике использовались там префиксная запись, постфиксная запись, знаете, да, а то, что называется в школьных, там, в этих, в кружках, польская запись, там, или обратная польская, да, звездочка, x, y, там, x, y, звездочка и так далее. Так, значит, это называется префиксная, это называется постфиксная. Так, используется интерфиксная запись, это когда операнды пишутся между знаком операции, то есть знак операции пишется слева и справа, используется экспоненциальная запись, там, и так далее, еще только не используется, вот, но это будет использоваться чаще всего. Значит, и обычно мы будем чаще всего использовать две, два общения для наших операций, хотя будем и другие, но чаще всего два. Это аддитивная запись и мультипликативная запись. То есть аддитивная, значит, от слова сложение, да, и мультипликативная, от слова умножение, но умножение либо ставится крестик, либо просто точечка, либо ничего не ставится. Вот, но я буду ставить здесь вначале точечку, так, значит, то есть вот x плюс y, а здесь пишется x умножить на y, вот. Ну, а в общем случае будет писаться что-нибудь типа, там, x звездочка, y, x кружочек, y, там, и так далее. Вот, значит, ну вот, нам теперь понадобится несколько тождеств и специальных элементов, связанных с данной операцией, для того, чтобы определить то, что мы хотим определить. Так, а именно, мы хотим определить нейтральные элементы. Определение. Значит, нейтральный элемент, вот пусть у нас есть множество с операцией, x звездочка, тогда нейтральный элемент, e, это такой элемент, что e звездочка x равно x, равно x звездочка e, но вот для любого x из x. То есть, когда мы, значит, один из операндов нашей операции равен нейтральному элементу, так, то результат операции равен второму элементу. Вот, если выполняется такое тождество, это называется левый нейтральный. А если выполняется такое тождество, это называется правый нейтральный. Так, ну вот в аддитивной записи левый нейтральный называется нулю, а правый, а, а, ну, не левый, нейтральный называется нулю, а в аддитивной записи нейтральный называется единицей. Так, ну, то есть вместо, ну, иногда мы будем писать е и в общем случае, если у нас будет слишком много единиц, ну, либо, если нужно уточнить, будем писать единица x. Вот, здесь нужно уточнить, в каком множестве. Значит, еще одна вещь, которая с этим связана, это понятие симметричного элемента. Значит, симметричный элемент. Вот, допустим, у нас в нашем множестве с операцией есть нейтральный элемент. Тогда для элемента может существовать, а может не существовать, элемент другой, такой, что, значит, вот x' называется симметричным по отношению к x, если x' звездочка x' равно е и равно x звездочка x'. Вот, значит, в случае аддитивной и мультипликативной записи этот элемент, соответственно, называется противоположным и обратным. Вот, ну, он, конечно, совершенно не обязан существовать, он не обязан быть единственным, там, и так далее. Да? Я бы право не определяйте. Определяется, конечно. Естественно. Да, конечно. Значит, вот посмотрите, yx' равно е, это левой обратной. А xy равно е, это правая обратная. Конечно, определяется. Так, значит, но, вот тут самый главный момент, который состоит в том, что в действительности практически все операции, которые мы будем изучать, они удовлетворяют некоторому тождеству. Некоторому тождеству, которое гарантирует, что если обратный существует, то он единственный. Так, а именно вот просто самое важное тождество, которое есть в математике, это тождество ассоциативности. Значит, операция звездочка называется ассоциативной, если для любых xy и z из x, а x звездочка y звездочка z равняется x звездочка y звездочка z. То есть, вот на самом деле, там в терминах функциональной записи, это значит, что выполняется вот такое вот, что наша функция f удовлетворяет такому странному функциональному уравнению. Вот такого типа равенства для функции называется функциональному уравнению. Так, то есть тождество ассоциативности это вот, вот такое вот функциональное уравнение. Значит, и это самое важное тождество, которое есть. То есть, вот в школьной математике операции все предполагались, что они удовлетворяют еще одному тождеству. Тождеству, все которые рассматривались там, удовлетворяют еще одному тождеству, тождеству коммутативности. Так, вот операция звездочка называется коммутативной. Если для любых xy из x, а x звездочка y равно y звездочка x. Вот, и вот, собственно говоря, то, что называется школьной алгеброй, это есть манипуляции в ассоциативных коммутативных кольцах с единицей. Ну, может быть, даже в полях? Там еще делить можно, да? Как вы думаете? Ну, в полях можно на все делить, кроме нуля, да. Целые проходят, да. И это вот у нас будет первый пример кольца, да, целые числа. Значит, но в действительности в школе изучаются операции, значит, операции коммутативные, не только ассоциативные. А, это называлось, это в 18 веке примерно русский. Это называлось сочетательный закон, а это переместительный закон. А еще есть распределительный закон, который называется дистрибутивность. Да, но я, конечно, буду говорить о ассоциативности и коммутативности, мне так проще. Вот, мне нужно каждый раз вспоминать, как это в школьной математике называется. Как по-английски называется равнобедренный треугольник? Кто из вас переведет сразу? Да, да. Ассоциативность. Да, да. Ассоциативность. Да, да. Ну, это непросто. Вот, значит, так вот, как раз различие того, чем мы будем здесь заниматься, состоит в том, что наши операции, вообще говоря, не будут коммутативными. То есть в какой-то момент они будут коммутативными в начале, а потом все-таки мы построим примеры операций некоммутативных. То есть для нас основным примером, скажем, групп будет симметрическая группа, ну или там, или группа матриц по умножению обратимых. А в симметрической группе операция композиции, она некоммутативна. Так, а основным примером кольца, одним из примеров, для нас будет кольцо матриц. Ну, кольцо матриц – это умножение матриц, которое некоммутативно. И поэтому это значит, что в этот момент ваши формулы школьной алгебры, типа там, бенома Ньютона, они перестанут действовать. Потому что они все основаны не только на ассативности и дистрибутивности, но и на коммутативности. То есть вот все формулы, там, значит, никто вам не сказал, что х минус у на х плюс у равно х квадрат минус у квадрат. Так, вот в тот момент, когда мы будем считать в кольцах, вот такими формулами, так сказать, пользоваться нельзя. Потому что, когда вы раскроете скобки, все перемножите, там вы увидите икс игрек минус игрек икс. Ну и кто же вам сказал, что икс игрек минус игрек икс равно нулю. Это совершенно не так. То есть все такие формулы, они, конечно, станут сразу неверны. Это один из них источников ошибок у начинающих. Это то, что они применяют формулы, значит, не глядя на то, ну вот там формула для производной обратной функции. Но обратной не в смысле f минус 1, а в смысле единицы делить на f. Формула для производной дроби. Так, ну вот обычная формула, которую вы заучиваете наизусть, она просто неверна. То есть как только вы начинаете по этой формуле дифференцировать матрицы, например, получается ошибка, потому что умножение матриц не коммутативно. И когда вы говорите, что там что-то равно, чему там, значит, ну я уж не буду формулы писать там, единица делить на f штрих, значит, минус f штрих делить на f квадрат, что такое, да? Так, да? А что такое f квадрат? Что такое поделить на f квадрат, если f это матрица? С какой стороны поделить, слева или справа? Вот правильная формула такая, что нужно поделить на f слева и поделить на f справа. Так, вот как раз это то, чем мы будем учиться в нашем курсе, это, значит, тому, чтобы все школьные навыки, которые используют коммутативность, то есть отказаться от коммутативности, а вот от сативности мы не сможем отказаться. То есть, значит, алгебра, ну тоже там в одном из современных учебников алгебры написано, а, это пишет Обьенкар, кстати, знаменитый алгебраический геометр, что вот есть там три алгебры, школьные алгебры, там многочлены, там еще там что-то, уравнение, значит, скул алгебра. Есть вот то, чем мы занимаемся здесь, группы, кольца, там векторные пространства, это колледж алгебра, так, и есть то, чем мы будем заниматься в третьем семестре, это вот категории, там функторы, так сказать, комплексы, там я не знаю, что еще, так, коммологии, это university алгебра, так, значит, ну вот, university алгебра мы занимаемся в третьем семестре довольно быстро, значит, но все равно мы не будем отказываться от ассоциативности, это реально требует слома большого количества навыков, это довольно трудно научиться, от коммунитивности мы откажемся уже довольно скоро, вот, значит, то есть мы будем предполагать, что наши операции ассоциативны, так, я вам не буду приводить примеров здесь, я вам просто пошлю, как только вы запишетесь в группу, в очередной раз, очередную версию своего конспекта, где таких примеров там, так сказать, ну не миллион, конечно, но штук 20, да, есть, вот, ассоциативных, допустим, операций, так, значит, но чем вот важны ассоциативные операции? А тем, что ассоциативные операции, если, ну вот, посмотрите, нейтральный элемент, если есть левый нейтральный и правый нейтральный, то они совпадают между собой, почему? Вот, допустим, что есть левый нейтральный и есть правый нейтральный, но так тогда, значит, вы перемножьте одно на другое, да, x, конечно, перемножьте одно на другое, тогда, поскольку это, значит, левый нейтральный, то это равно e', а поскольку это правый нейтральный, то это равно e, ну, значит, e равно e', то есть, если есть левый нейтральный и правый нейтральный, то они равны между собой, а вот к левому обратному и правому обратному это не относится, вообще говоря, это не относится, это реально не относится, есть реальные, Ну, давайте я еще вам сразу скажу пример неоскативной операции. Операции умножения бесконечных матриц. Вот чем отличаются конечные матрицы от бесконечных? Это хорошее замечание. Да, значит, но тем, что бесконечные матрицы не всегда можно умножать. Потому что, так сказать, можно какие-то классы умножать. Но вот оказывается, что очень легко привести примеры, когда, значит, их можно умножать, но при этом результат будет зависеть от расстановки скобок. И там возникают, ну, совершенно удивительные вещи. Так, то есть, вот в анализе это исключается тем, что вводится, рассматривается умножение, которое определяется при помощи каких-то типов сходимости. И накладывается какие-то условия, типа там равномерной сходимости, еще там чего-то, вот, которые убирают такие эффекты. Так, а вот если мы просто начинаем умножать бесконечные матрицы, вот чисто алгебрологические, там возникают удивительные эффекты. Но один из них стоит в том, что умножение их не ассоциативно. И поэтому там у матрицы может быть бесконечно много обратных. Разных. Вот, но в конечном случае не может. Почему? А вот давайте посмотрим, возьмем, значит, левый обратный и возьмем правый обратный. А теперь образуем произведение x звездочка y, извините, y звездочка x звездочка z. Ну вот что это за произведение? Так, вот на самом деле, если это равно между собой, то тогда можно скобки не ставить, правда, да? Ну раз это одно и то же, то можно скобки не ставить. Вот, они не ставятся. Значит, что это за произведение в ассоциативном случае? В ассоциативном случае вот это равно, значит, вот этому. Упс, ну как-то я все время, поскольку пишу в другом порядке, все время. Так, значит, смотрите, что получилось. y, x, z. Но x, z равно e, правда, да? Значит, это равно y на e. Равно y. А с другой стороны чему это равно? А с другой стороны можно скобку поставить по-другому. Это равно y, x на z. Так, это равно, значит, e на z. Но это равно z. То есть z равно y. Это что значит? Что если у какого-то элемента для ассоциативной операции, операция ассоциативна, и у какого-то элемента есть левый обратный и правый обратный, то они спадают между собой, и значит, есть просто обратный. Поскольку мы рассматриваем операции только ассоциативные, мы обычно говорим просто об обратном. То есть, ну, в частности, обратный единственный, если существует. Значит, обратный, единственный, если существует. Вот. Ну, кстати, кстати, еще одна вещь здесь, на которой я сейчас не буду подробно останавливаться, но которую вы можете над ней подумать самостоятельно. Значит, давайте я еще сформулирую. Значит, доказательства называются одним простым словом, которым называются много других доказательств. То есть, я во многих случаях буду этим словом ограничиваться. Так. Ну, кто скажет, каким словом? Как доказывать? Это хороший ответ, да. Это сколько математиков, ну, чтобы крутить лампочку, да? Все знают. Семена. Сколько? Реально. Ни одного. Это оставлено читателю в качестве упражнения. Значит, нет, ни словом очевидно, словом индукция. Ну, вот, значит, допустим, мы смотрим на произведение не трех операндов, а четырех операндов. Так, вот, сколько есть способов расставить скобки в таком произведении. Так, ну, на самом деле, таких способов пять. Так, и кто, кто знает, что за последовательность, один, два, пять, как она продолжается дальше? Это число Каталана, да, что, наверное, число Каталана. Значит, вот, так вот, существует пять способов расставить скобки, и все понимают, какие. Значит, первый способ такой, это называется левонормированное произведение. Так, второй способ, ну, давайте соединять, значит, между собой, соединять расстановки, которые получаются одним использованием ассоциативности. Вот где здесь можно использовать ассоциативность? Обычную ассоциативность, как она вот здесь написана. Вот эту перенести, либо самую большую перенести. Ну, давайте самую большую перенесем. Значит, x, y, звездочка, z, w, да? Так, ну, либо давайте эту перенесем. Значит, x, y, z, w. Так, теперь здесь что можно перенести? Ну, один раз мы уже перенесли, правда, да? Мы перенесли вот эту сюда. Ну, теперь можно перенести вот эту. Так, получится следующее. Получится x, звездочка, y, звездочка, z, w. Вот такая расстановка скобок называется правонормированной. Вот это левонормированная. А это называется правонормированная. Так, значит, но на самом деле здесь еще мы не все учли, потому что можно еще вот здесь перенести, правда, да? Так, значит, x, звездочка, y, звездочка, z, звездочка, w. Ну, и понятно, что вот это из этого получается одной перестановкой скобок, то есть вот получился такой пятиугольник. Так, а если вы нарисуете для пяти аргументов такое же, то получится некий совершенно замечательный 14, как это называется, полиэдр с 14 вершинами. как он называется, ассоциейдрун? Ну, так он называется, да. Вот, ну, в общем, мораль такая, что если вы поупражняетесь, то вы по индукции докажете следующее, что в любом произведении любой длины, это называется по-немецки Allgemeine Klamenregel, общее правило скобок, что в любом произведении любой длины результат не зависит от расстановки скобок. Значит, теорема, общее правило скобок, так, что в произведении в произведении x1, звездочка, x2 и так далее, xn результат не зависит от расстановки скобок. Ну, еще называется обобщенная ассоциативность. Вот, а если операция еще и коммутативна, то тогда их можно произвольным образом переставлять. Это называется числа Родригеса. Ну, по-русски раньше было принято писать Родриго, но это абсурдно, потому что он все-таки испанец, а не француз. Значит, ну, в старых книгах написано Родриго. Вот, если еще переставлять их, то есть, если скобки ставить правильно, это называют числа каталана, то есть, для пяти сомножителей таких расстановок скобок будет 14 правильных, понимаете, да, которые полностью определяют порядок, в котором производится умножение. Вот, но результат не будет зависеть. Ну вот, значит, и чаще всего будем использовать в дальнейшем либо аддитивную запись, либо мультипликативную, но в этом случае, в случае аддитивной записи это называется суммой, x и y называются слагаемыми, операция называется сложением, ну сам знак называется плюс, естественно, так, значит, так называется произведение, x и y называется сомножителями в этом случае, что там еще, операция называется умножением и так далее, то есть, мы будем использовать обычные все названия. Вот, ну и самый первый объект, который мы будем изучать, не будем, но мы будем, который мы введем, это, значит, группа, но мы введем только для того, чтобы сразу сказать, что вот мы тут же введем еще одну операцию.